я всех приветствую на своем канале сегодня мы с вами будем готовить еще один английский суп который называется по-английски пацанат сквош суп а по-русски я бы назвала этот суп суп пюре из мускатной тыквы тыква должна быть такой грушевидной формы я думаю что это называется мускатная тыква что же нам для этого понадобится нам понадобится картофель сельдерей морковь лук-порей и конечно мускатная тыква и еще нам понадобится маленький кусочек сливочного масла специи и соль после того как почистили овощи нарезаем их и не обязательно мелко потому что все пойдет в блендер после этого приступаем к тыкве и и нужно почистить для меня это пожалуй самое тяжелое в приготовлении этого супа потому что кожура у тыквы очень очень толстая хочу еще раз обратить внимание на тыкву тыква должна быть вот такой вот грушевидной формой англичане готовят этот суп именно из такой тыквы если вы решите приготовить тыквенный суп из другой тыквы то у вас получится совсем другой суп можете попробовать но за вкус я не ручаюсь я ручаюсь за вкус вот именно такого супа с такой мускатной тыквой ну что все подготовительные работы сделаны овощи нарезаны тыква тоже сейчас достаем кусочек масла и забрасываем его в разогретую кастрюльку после этого ждем сначала пока масло растворится добавляем наши овощи я сначала добавляю лук-порей сельдерей и чуть позже после того как я это немного обвялю я добавлю картофель немножечко подмешиваем ни в коем случае не жарим это добавляем картофель буквально через минутку опять не жарим ждем когда лук-порей и сельдерей просто станут прозрачными не нужно ни в коем случае жарить я сейчас буду добавлять специи вот видите у меня тут куркума паприка и перец посолю немножко позже и хорошенько перемешиваем все будет менять цвет все мои овощи на такой желтенький цвет но не из-за того что я это зажарила а из-за приправ ни в коем случае не нужно это жарить совершенно и помешиваем чтобы это не подгорело на все это у меня уходит приблизительно три минуты не больше может быть 4 максимум если это на маленьком огонечке на маленькой температуре у меня сейчас закипит чайник и я собираюсь залить обвяленные овощи кипятком после этого мы будем забрасывать тыкву и морковь после того как вы забросили тыкву и морковь надо обязательно убедиться что жидкость покрывает всю поверхность ваших овощей не забудьте посолить и можно оставить овощи на минут десять иногда это приготовится даже и за 8 за 7 минут зависимости от вашей тыквы можно накрыть крышечкой и забыть на какое-то время про это под конец этого времени минут десять приблизительно я проверяю соль было недостаточно соли я немножко до солила и буду сейчас проверять овощи на готовность в зависимости от вашей тыквы может быть по-разному то есть обычно это 10 минут и готовлю свой блендер который буду использовать для того чтобы весь этот суп превратить в пюрированный суп видите овощи уже готовы вилка свободно проходит важно не переварить овощи готовы я приготовила свой инструмент и начинаю свой суп пюрировать самый приятный момент ну вот мой суп и готов он вот такой красивый оранжевый и имеет консистенцию кефира когда он очень редкий то это плохо надо чтобы он был густенький видите какой получился он ароматный запах давайте попробуем горячий правда вкусный спасибо вам за внимание до новых встреч и пока 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 пока